приветствую дамы и господа и добро пожаловать на заключительную часть прохождения dark souls 3 на платину да 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 я знаю что вы можете сказать алекс какого хрена видос не выходил так долго я очень не люблю оправдываться да и вам в принципе эти оправдания не нужны поэтому давайте просто придем к выводу что у меня не было возможности записывать видео как только она появилась я сразу же сел за видос кроме того я не люблю бросать начатое и получая огромное удовольствие когда довожу любое дело до конца видосы по dark souls 3 не исключение в этом просто поверьте что задержка видео было вызвано объективными причинами тем не менее пока у меня не было времени писать целый видос я потихонечку фармил все ковенанты это заняло мне на самом деле очень большое количество времени по разным причинам ну в общем то не важно и вот сейчас на ваших глазах я выбиваю последний предмет по ковенанту мародеров точнее предпоследний предмет наверное на последний мне уже сил и выдержки так сказать не хватит потому что я хочу можно скорее начать проходить последний раз dark souls 3 и как только бой закончится я сразу же побегу это делать чтобы собирать все колечко на нг плюс 2 а после этого получать все предметы по ковенантам ну что ж давайте начнем а а а а а а а а я неспроста начал запись серии именно отсюда потому что первое колечко мы будем получать сразу после убийства гундира как всегда открываем дверь уже в третий раз за наше прохождение и кольцо мы забираем прямо здесь кольцо с волком плюс 2 ну что ж я уже соскучился бежим дальше следующее колечко мы получаем на высокой стене лотрика удобнее всего идти от второго костра на стене сейчас я покажу самый наиболее оптимальный вариант как это колечко забрать я уже пробежался туда побивал всех монстров для удобства осталось только добежать честно говоря играть немного сложновато после такого большого перерыва который был у меня до этого я собственно и и как сказать первое прохождение да и нг плюс все проходил так на одном дыхании довольно таки быстро подряд тут как то прям аж тяжко вспоминать где что находится никакие мобы так ну вот в общем колечко кольцо злого глаза плюс 2 у нас здесь отправляемся дальше следующее колечко мы будем получать на месте битвы с огненным демоном в поселении нежити я только что убил демона и сейчас покажу вам где лежит колечко кстати да надо не забыть собрать бледный язык у меня сейчас 7 бледных языков как раз за это прохождение я соберу еще 3 и и будут все необходимые предметы для получения итема по кабинанту даже что ж такое о другое дело бледный язык отлично так колечко у нас лежит где-то на крыше честно говоря я точно не помню где сейчас вместе с вами и буду искать нет я не туда забрел по моему да нету а точно здесь поворот говорю же что все уже забыл прям вообще целый месяц голова была занята совсем другим было не до dark souls и вообще в принципе не до playstation не до игры не до развлечений сейчас наконец таки дорвался привет да и ну давай бей наконец уже чертовы ксины а привет привет если у вас проблемы с собаками то самая лучшая тактика это подождать один удар в щит и дальше спокойно с ними разбираться потому что они после удара в щит встанется как я не хочу с ними сражаться можешь просто пробирать воу так теперь нужно вспоминать нужно вспоминать куда идти так по моему где то здесь да вот я уже вижу колечко серебряное кольцо жадного змея плюс два еще больше душ от убитых противников если вам души все еще нужны конечно потому что я их уже очень давно не трачу так ну что ж в общем то можно уже двигаться дальше и дальше мы отправляемся в локацию путь жертв вы можете убить большое великое дерево сейчас либо оставить на потом в принципе если вы уже даже по ковенанту мародеров сдали предмет то большое великое дерево можно в принципе не убивать на этом прохождении но я еще никакие предметы не сдавал поэтому я его убил и сейчас двигаюсь дальше колечко у нас где-то здесь неподалеку лежит стараемся с этим вороном чтоб он не мешался те вроде не подходят по моему где-то да отлично ух не упасть бы кольцо зеленоцветом плюс два вот его то я и поиспользую заменю свое колечко на более лучшее ну все ну а до следующего колечко друзья нам придется прибежать довольно таки много убить босса знаток кристальных чар локации путь жертв и прийти в храм глубин а также открыть оба шортката ну если не оба то пока не мере второй шорткат куда мы сейчас и забегаем я уже был наверху и в то время как я брал колечко ко мне вторгся во фантом и это немножечко протупил и опять у меня получилось что тот факт как я подбираю кольцо остался за кадром ну ничего страшного сейчас тут еще раз быстренько дойдем я покажу вам где оно лежит точнее где оно лежало поскольку я его уже собрал фантом ко мне вторгся прям на крыше по пути к ковенанту на узком мостике и я свалился как видите вон мои души снизу лежат я их уже собирать не буду вот в общем нажал не на ту кнопку естественно запись сфырилась все как обычно цвек я люблю привет оп ну опять я попался под этот прием досвидули колечко у нас лежит прямо здесь здесь будет кольцо благосклонности плюс два вот ну а я тем временем отправляюсь дальше и дальше мы отправляемся в цитадель фарона на костер руины цитадели я думаю вы все помните где находится этот костер потому что он прямо напротив выхода из этой локации нам нужно вернуться по этому мостику где мы ну по крайней мере я и возможно вы фармили предметы по кавенанту вот эти забылки называются вол меч и трава в волчьей крови играю конечно неаккуратно ну да и пофигу выжил еще так пробегаем по мостику и где-то где-то здесь с левой части локации будет наше колечко так а вот оно кольцо с темным камнем плюс два если вы уже потушили все печки можно спокойно выходить из этой локации двигаться дальше шоку и и ну и по-моему все пройти, все показать, получить все кольца, получить платину и приступать к следующей игре. Я сейчас в больших раздумьях, какую игру следующую начинать. С одной стороны, мне хочется получить платину в Dark Souls 2, поскольку переиздание в Dark Souls 2, Scholar of the First Sin как раз таки есть на PlayStation 4, а других консолей у меня нет. То есть я не могу там, допустим, в Dark Souls 1 или какие-нибудь иные игры, которые выходили на плойке 3. С другой стороны, может быть, немножечко отвлечься от хардкорных игр и поиграть во что-то другое. Мне предлагали пройти Last of Us на платину, я подумал, что в принципе интересный вариант, Last of Us мне очень нравится, и я заболтался, черт побери. Так, я снова здесь, начал рассказывать, да, я про Last of Us. Это вообще была самая первая игра, в которую я поиграл на PlayStation, я тем временем получил кольцо стальной защиты. Ну ладно, коль я уж начал разговаривать, немножечко позаписываю. Так вот, получение платины в такой игре как Last of Us, оно тоже такое весьма своеобразное и интересное. То есть, там есть много пропускаемых призов, есть очень много предпредметов, которые нужно собирать. Там комиксы всякие, амулеты, цикаты и все такое. То есть, действительно, получение платины в такой игре, оно может вызывать некий челлендж и требует внимательности от игрока. Для сравнения, например, есть игра Неох, я начинал ее записывать на своем канале, но перестал делать запись полного прохождения, потому что это абсолютно бессмысленно. То есть, сама по себе игра Неох, она, безусловно, очень крутая, но лично мне она очень понравилась, но как таковых пропускаемых призов там нет. То есть, в принципе, чтобы получить платины в Неох, надо получить сотый левел, пройти всю сюжетную, так сказать, всю сюжетную миссию и там собирать предметы, которые, в принципе, наверное, пропустить очень сложно. Единственное, что проблема может возникнуть с сбором этих зеленых человечков, которые называются Кадама. Так, я тут прыгаю, прыгаю и даже не ближе отвлекаюсь на разговор. Вот. То есть, записывать полное прохождение неох на платину смысла нет. Я думаю, что я сделаю по этой игре такой небольшой гайд, где просто расскажу, какие есть призы и как их можно получить. Потому что реально каких-либо пропускаемых призов там нет. То есть, если взять тот же, например, Bloodborne или Dark Souls, где нужно выполнять определенные цепочки квестов, особенно это было заметно в Dark Souls 3, где квесты противоречат друг другу и за одно прохождение просто нереально сделать все. Как бы в них такого нет. И нет там каких-либо еще интересных сложных собирательств и чего-либо такого. А вот в Last of Us мне кажется, что призы довольно-таки интересные. И сделать по ним такое полное прохождение плюс гайд может быть весьма любопытно. Так что я пока что еще в раздумьях все-таки во что поиграть в Dark Souls 2 следующим этапом или все-таки уже Last of Us. Хотя, может быть, даже в такую не совершенно другую игру я поиграю. Надо будет подумать об этом. И, допустим, еще есть игра Horizon, она мне тоже очень понравилась, но мне показалось, что точно так же делать полное прохождение на платину этой игры не очень интересно. То есть там фактически пройти всю игру и платина уже будет у вас в кармане. Единственное, что надо пройти ее на максимальной сложности. То есть как такового чего-то там рассказывать, показывать каких-либо сложностей в общем-то и нет. Так, я честно говоря немножечко подзабыл, где следующее колечко находится. Наверное, с этим сейчас возникнут некоторые проблемы. Ладно. Надо как минимум добежать до костра, а там уже думать. Да, вспомнил я где следующее колечко. Честно говоря, не люблю я это место. Я сейчас на костре, который, по-моему, называется Руины Демона, если я не ошибаюсь. Ну, в любом случае, визуально вы уже поняли, где-то находится это внизу в лавовых озерах, рядом с этим червем. И бежать нам нужно сюда. А не люблю я это место по одной простой причине, потому что там стоит гребаный черный рыцарь. Знаете, вот на этой игре есть у каждого свои нелюбимые противники. Кто-то там не любит саливанских чудовищ или василисков, которые про проклятие на вас кидают. А я, блин, ненавижу гребаных крыс и черных рыцарей. Да уж нифига себе, они шмаляют прям аж оттуда. Да, еще, пожалуй, этих вот родов, которые этими огненными шарами кидают, я тоже не очень люблю. Ладно. Завалю я черного рыцаря или нет? Давайте проверим. Узнаем, так сказать. Да, не успел зайти, уже огреб. Ну, к нему еще за спину хрен зайдешь. Так, а колечко здесь, по-моему. Да, кольцо с огненным камнем плюс два. Ура! Ну, а теперь надо уже отправляться в Иритил Холодной долины. Следующее колечко, как я и говорил, у нас находится в Иритиле Холодной долины. Я предпочитаю бегать туда от костра Дальнее поместье, хотя можно, в принципе, бежать и из церкви Ёшки. Кому как удобнее. Ну, мне кажется, что из Дальнего поместья все-таки ближе. Ну, если честно, сначала нужно добежать до самого Дальнего поместья, разумеется. Так, наверное, всех этих чудиков можно попропускать, в принципе, то они нам и не нужны. Сигварда, естественно, здесь нет, потому что квест с ним я не делал в этот раз. Да и вообще никакие квесты не делал, кроме квеста с Сирис разве что. Мне просто нравится этот квест. Так, здесь выполните все прекрасно это место с Серебряными Рицарями, поэтому быстренько пробегаем. Один из них сейчас агрится. Давай. ну вот и все даже небесный богословенец не выбил а колечко у нас по-моему здесь с этой стороны кольцо с древесным узором плюс 2 и двигаемся дальше следующая отправной точкой в ретели холодной долины является церковь ешки только попадать нам нужно тогда не снизу а сверху я думаю все вы прекрасно помните как это делается я сейчас бежал сверху от костра ваннерлонда не забудьте здесь активировать костер я уже сделал это раньше потому что все равно придется сюда возвращаться чтобы сдать предметы по ковенанту если у вас уже есть количество достаточно черепков или ушей как называют некоторые 30 штук можете в принципе сделать это сейчас но мы тем временем спрыгиваем вниз то следующее колечко будет лежать на одной из этих платформ так не упасть бы слишком слишком низко так а вот она по моему кольцо хавила плюс 2 погнали дальше ну а дальше нам необходимо пробежать через все подземелье и ретила чтобы попасть костру оскорненная столица в принципе нам сейчас наверх не нужно я просто хочу зажечь костер что потом проще было сюда возвращаться а идти мы будем вниз как всегда через этот вот разлом который в общем то является одним из всего лишь двух выходов отсюда и нужно просто спуститься немножко вниз насколько помню здесь нет никаких противников и просто забрать колечко а где она я немножечко подзабыл а ну все верно все верно еще ниже но вот и кольцо кольцо с магическим камнем плюс 2 отлично сразу после боя с танцовщицей поднимаемся по лестнице направляемся вверх в замок лотрика здесь нам нужно будет повернуть налево бежать к лифту быстренько справиться с этим лицарем конечно получится быстренько ну да по-моему даже станцовщицей получилось быстрее все с этим рыцарем ладно это не важно колечко у нас будет практически в самом низу нам будет спрыгнуть чуть раньше вот здесь про это колечко кажется я уже говорил вам вот уже можно его видеть оно слева раньше его здесь не было так как бы туда аккуратненько попасть по моему то можно просто шагнуть или не ошибаюсь нет не получилось увы 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 блин наверно просто все таки запрыгивать снова на лифт не люблю эти прыжки черт побери вот 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 на теперь получилось ура кольцо мудреца плюс 2 не помню я очень сильно радовался этому колечку когда играл за пироманта она увеличивает каст заклинание ну то есть скорость каста так ну а дальше нам нужно идти убивать следующего босса когда вы расправитесь ацеросом двигайтесь сразу скрытую локацию и по направлению к храму огня ну и когда вы расправитесь гундиром собственно двигайтесь как я уже сказал непосредственно в сам храм огня чтобы не тратить лишнее время можно здесь принципе никого не убивать просто быстренько пробежать до храма ухты так колечко у нас будет в районе где стоят большие кресла троны повелителей а вот оно получаем кольцо жизни плюс 3 ну а чтобы можно было добраться до следующего колечка придется победить обоих боссов локации пик древнего дракона удачи ну и когда вы расправитесь с безымянным королем просто пробегайте немного вперед и колечко будет прямо на этой локации да по-моему дальше так золотое кольцо жадного змея плюс 2 до следующего кольца удобнее всего бежать после победы над боссом доспех драконоборца собственно от его костра выбегая на площадь поворачиваем налево и заходим в это здание здесь снова поворачиваем налево и выходим на балкончик вы помните здесь мы уже были мы спрыгивали сюда и что-то здесь подбирали конкретно что я уже конечно не помню ну а колечко у нас здесь кольцо с громовым камнем плюс 2 нам осталось самое последнее колечко и находится оно в локации великий архив если здесь в великом архиве у вас не появился этот вот труп с ключом значит вы не убили кого-то из повелителей пепла то есть либо Олдрика либо Йорма ну а если у вас все здесь появилось значит можно подниматься наверх и путь наш мы будем держать на крыше великого архива там где гуляют три ангела итак вот мы на крыше осталось пробежать совсем немножко после того как соберем все колечки на нг плюс 2 мы отправимся собирать все предметы по ковенантам у меня кстати на самом деле еще не до конца нафармлены ковенанты на данный момент не хватает по моему одной медальки с ковенанта солнца и одних оков по ковенанту мародеров итак забираем последнее колечко с медлищим драконом вот сейчас я пойду быстро дофармлю я надеюсь что быстро у меня достающиеся предметы по ковенанту и будем завершать эту серию итак друзья прежде чем идти получать предметы по ковенанту я решил вернуться в храм огня и сначала поговорить с Лудлетом потому что я не купил у него одно заклинание это бросок булыжника если помните он дается за душу забывшего демона в первый раз за эту душу я приобрел колечко а второй раз собственно я так и не добрался в общем покупая заклинание ну и теперь пойдем бежать по ковенантам и начну я с ямы опустошенных соответственно с ковенанта мародеров дать костяные оковы все 30 штук получаем жажду крови и пиромантию теплота а также я получаю приз магистр пиромантии если вы все сделали точно так же как я то вы тоже должны получить этот приз двигаемся дальше старший волк фарона и конечно же ковенант сторожевых псов по фарона отдаем предметы 30 штук будет достаточно у меня их чуть больше получаем кольцо с волком изогнутый меч старого волка в общем то нам здесь нужно колечко приз пока что никакой не получаю потому что где-то еще по кому-то ковенанту мне должны дать кольцо я уже точно честно говоря не помню где сейчас мы это узнаем на самом деле я не исключаю возможности что какое-то колечко либо заклинание я возможно упустил но в этом нет абсолютно ничего страшного поскольку все это очень легко вычисляется и всегда можно вернуться за тем или иным предметом так вместо того чтобы пулить с розарией я сделал кое-что другое говорить дать бледный язык 10 штук кольцо тумана отлично здесь мы будем получать предметы по ковенанту клинков темной луны даем 30 свеча сверности кольцо темной луны и клинок темной луны получаем приз магистр колец как вы уже могли догадаться следующим ковенантом будет конечно же ковенант верно холдрику я при прохождении третьем не убивал салиманских чудовищ поэтому я сделал это сейчас и если вы их тоже не убивали вы вам снова придется их здесь убивать ну конечно же если вы до этого не сдавали еще предметы по ковенанту ладно хорош трепаться что у нас здесь большая глубинная душа и приз магистр чародейства отлично осталось немного и последний на моем пути это конечно же ковенант воинов солнца любопытно что я никогда не доходил до этого места чтобы не убивать виверну интересно пойдет ли по ней дамаг отсюда да забавно очень забавно оказывается что виверну можно очень просто убить таким способом ну как просто да здесь снизу получается что по виверне никак не достать по крайней мере моим оружием возможно у меня был более длинный урочный меч можно было бы ее достать и отсюда ну да и ладно в общем то не ради этого мы здесь а ради ковенанта солнца получаем два заклинания священный обед и большое громовое копье приз получен магистр чудес и конечно же платина дорогие друзья это приз темная душа фух это был нелегкий путь хочу поздравить всех тех кто получил платину вместе со мной и я рад если мои ролики помогли вам прийти к этому призу вот конечно же все прекрасно понимаете и все наверное скажем так сойдетесь во мнении в том что в принципе получение платинового приза в dark souls 3 оно не является сложным то есть не сложнее чем просто пройти игру вся сложность заключается в том что нужно очень долго и муторно фармить предметы по ковенантам я считаю что разработчикам вполне можно было бы либо упростить этот процесс например сделать дроп итемов гораздо лучше с обычных мобов с обычных рядовых противников либо просто сократить количество предметов потому что фармить допустим те же 30 предметов по ковенанту мародеров или по ковенанту клинков темной луны мне было очень запарно потому что вы знаете как это происходит не всегда срабатывает призыв не всегда можешь убить противника бывает так что допустим по ковенанту клинков темной луны ты только залетаешь в мир чтобы помочь хосту а его уже убивают и на это конечно тратится большое количество времени мне кажется я вот часов 20-25 я просто потратил на фарм на проблемы с инетом с соединением и все такое но тем не менее все это уже позади платина получена вы конечно уже смотрите этот видос а я сейчас пойду впервые наверное за последние полтора месяца сяду и буду все это монтировать чтобы поскорее все это выложить еще раз большое спасибо за просмотр и поздравляю всех с получением платины также можете написать в комментариях какую игру вы бы хотели видеть следующей я уже говорил в начале видео о том что у меня есть два варианта на выбор это либо Dark Souls 2 либо Last of Us и можно немножечко отдохнуть от игр серии Souls и поиграть в Last of Us там призы мне кажется тоже будут очень интересными вот ну а на этом все еще раз спасибо за просмотр и до встречи субтитры создавал DimaTorzok 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 субтитры создавал DimaTorzok